Да, друзья, здравствуйте! У меня новые хохмочки про книгу, которая вот у меня вышла, потому что книга у меня вышла не без приключений. Значит, первое, вот я вам рассказывал, там цена была почему-то 25 долларов, потом мы попросили поменять на 50, 49.95. И вместо этого оно стало говорить 49.95, потом зачеркнуто, и все равно 25. Потом, типа, как скидка какая, даже не знаю, там 50%. Сегодня произошла неожиданная вещь, сегодня она стала стоить 27.50. О как! И, значит, тоже какой-то процесс такой, не вполне управляемый, во всяком случае, как-то для меня непонятный. Значит, она стоит 27.50. И сегодня я впервые увидел книжку из нашего тиража, физически. То есть у меня была пилотная, но там были изменения какие-то в ней, в частности с обложки, там она немножко кривоватая была. Вот. А новый тираж я и не видел. Значит, все ждем. И тут пришел человек, в фейсбуке работает. Мы пойдем с ним по фейсбуку, мы договорились, и сделаем репортаж про фейсбук. Если вопросы есть какие, про фейсбук спрашивать. Значит, Юра зовут человека. Этот Юра у нас когда-то был по рабочей визе H1B в 2000 году. Он у нас работал, потом получил грин-карту. Ну, в общем, так все у него хорошо. Уже 15 лет он в Америке. Вот. Сам он из Подмосковья. Физический факультет МГУ заканчивал. И, значит, пришел Юра с книжечкой в руках. И говорит, вот, мол, пришел за автографом. Коньячку принес. В общем, так, знаете, трогательный такой процесс. Приходят люди за автографами. Вот Юра получил первый автограф. Я хоть на книжку посмотрел, как она выглядит. Знаете, тоже это интересно же, но... Так что вот, какие-то приключения, приключения и приключения. Я буду держать вас в курсе. Вот. Но смысл в том, что если вы так вот... Допустим, если есть желание приобрести там подешевле, то вот как раз самый момент, значит, наверное. Потому что дальше я не знаю, что будет. И вот, когда мы смотрим на... Версии Амазона там на французском языке, на немецком, на шведском вот нам присылают. Так там уже полтинник стоит. Ну, оно в евро там, ну, где-то 48 евро. Вот такого плана. Вот. И я понимаю, что, наверное, это вот оно и есть. Во всяком случае, это явно не 25 долларов и даже не 27,50. Чудеса. Вот так и хочется сказать. Чудеса. Мир удивляет. Пока человек жив, его все время будет что-то удивлять. Вот меня пока что вот удивляет, как происходит изменение цены. Вот. Но я надеюсь, что мы все-таки, так сказать, доведем до победного конца. Нам тут сказали, что для того, чтобы цена изменилась, нужно 48 часов. Вот не 24, как мы думали раньше, а 48. Ну, подождем. Подождем. По всяком случае, я очень рад, что вот уже пришел первый человек, и я ему что-то подписал. Вот так ужики. Вот. У меня это не первая книжка, опубликованная в жизни. У меня был учебник для техникумов связи по учебной пособии. По междугородным телефонным станциям. И я где-нибудь найду вам, покажу в каком-нибудь видео. По-моему, на даче у меня лежат. Там много книжек в гаражове. Вот, может быть, там. И я когда их подписывал, а я тогда работал в конструкторском бюро. ЦКБ Министерства связи. И там как бы все связисты, знаете как, и книжка по телефонным станциям. Ну, и мне там дали, я не помню сколько. Не бесплатно, кстати, вот. Какие-то деньги с нас взяли там в издательстве «Радио и связь». Где она выходила. В общем, по-моему, штук 20 я перенес в офис. Туда, в КБ, где я был. И я вот всем подписывал. Значит, и тогда у меня формулировочка такая сложилась для подписи. Я не знал, что писать на книжках. Мне было тогда лет, боюсь соврать, 26. И, значит, я писал вот какую-то фразу. Мне понравилось, не помню откуда. Я ее подцепил. Ну, вот я писал там Василию Ивановичу с пожеланием неизменных успехов от автора. Да. И подпись вот такую. И если вы видите онлайновую версию нашей книжки, то там она, собственно, и есть. Вот эта фраза, эта подпись. Потому что в реальной книжке там пустое место, чтобы я мог от руки что-нибудь написать. А в онлайновой версии, значит, там написана от руки моя подпись с тем, чтобы человек, который читает в онлайне, как бы у него уже было ему подписано. Но без имени. Вот такая вот интересная ситуация. Я думаю, надо бы как-то мне обогатиться новыми фразами для подписывания книжек. А то как-то получается штамп такой, не знаю, что делать. В общем. Это приятные хлопоты, приятные. Да. Еще, друзья, я рассказывал, у меня племянница есть. Можно сказать, внучатая. Троюродная племянница. То есть это внучка моего троюродного брата. Которого я никогда в жизни не видел, правда. Вот. И маму внучки не видел. Но вот зато внучку теперь видел. Мы ее встретили в аэропорту. Она мне подарила феску турецкую. Потому что живет она в Турции. Уже замужем за гражданином Турции. Вот. А сама она наша, с Донбасса. Да. Вот они тут, значит, гостюют. Со своим мужем. И подарили мне феску. Я сейчас ее надену. На лоб. Мы с ней должны еще встретиться. И у нее тоже женский есть такой наряд. Вот так же, как мужской вот эта феска. А так у нее есть такая, ну, не знаю, как назвать. В общем, женская. Ну. Типа вуальки такой. Вот. Я бы сказал, что чисто внешне, я бы сказал, что вещь азербайджанская. Я сейчас открою дверь немножко. Автомобиль. Мы стоим, чтобы света было больше. Вот такая у меня феска. Вот. А если мы с племянницей соберемся вместе, то вот она будет в этом, а я буду в том. И вот мы будем такие, такие два турка. Ну, вот, наверное, вот все наши новости. Литературно-турецкие. Шапошные новости. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова